Всем привет! Фокусников любят смотреть и взрослые, и дети. Они заставляют нас хоть на мгновение поверить в чудо. Но зрителю с пытливым умом недостаточно просто наслаждаться шоу. Со временем его начинает мучить вопрос, как иллюзионисту это удается. Если вы относитесь к числу таких людей, то это видео именно для ВЭС. Британский иллюзионист Динамо не раз удивлял зрителей своими невероятными трюками. Но фокус, который вы сейчас увидите, легко может повторить любой из нас. Как видите, для участия в фокусе иллюзионист пригласил боксера Дэвида Хэйя и попросил, чтобы тот поднял его. Разумеется, для Хэйя это не составило никакого труда. Затем он просит боксера посмотреть ему в глаза, после чего тот не может приподнять фокусника даже на сантиметр. Удивлены не только зрители, но и сам Хэйй. Что это? Магия? Гипноз? На самом деле, в этом трюке нет совершенно ничего необычного для тех, кто хорошо знает законы физики. Обратите внимание, что Динамо в обоих случаях держит Хэяя за локти. Но во второй раз он начинает немного сдавливать их. Нажатие на эту область блокирует нервы, и мозг боксера больше не способен управлять собственными мышцами. Поразительны, но знания физики могут помочь вам поставить на место любого боксера. По непонятным для меня причинам, женщин-фокусниц гораздо меньше, чем мужчин. Хотя некоторые представительницы прекрасного пола ничем не уступают самым лучшим фокусникам. Например, очаровательная Жозефина Ли, участница британского шоу талантов, не только сорвала бурю аплодисментов у публики, но и доказала, что при желании женщины могут переодеваться в одно мгновение и при любых условиях. В своем выступлении иллюзионистка Жозефина Ли совместила два трюка – освобождение атаков и молниеносное переодевание, чем привела публику восторг. Но как ей это удалось? Давайте посмотрим внимательнее. Столб настоящий, цепи настоящие, сама Жозефина абсолютно настоящая. Но в чем-то же должен быть подвох, разумеется. Как и во многих других фокусах, разгадка находится прямо перед носом у зрителей, но никто не обращает на нее внимания. Цепи, обвитые вокруг Жозефины, прикрепили к болту, и никто не задумывается о том, что мы не знаем, насколько хорошо он закреплен. Разгадка в том, что болт легко вынимается. Жозефина быстро меняется местами со своим ассистентом, а что касается красного платья, оно с самого начала было на ней. Оставалось лишь сбросить черное. Фокусы способны поднять настроение практически каждому, и знание хотя бы парочки простых карточных трюков всегда поможет вам развеселить свою компанию или удивить девушку на первом свидании. Вы наверняка видели, как фокусники достают карты буквально из воздуха. Если тоже хотите так научиться, смотрите и запоминайте. Фокусник кладет карту на тыльную сторону ладони, при этом удерживая ее мизинцем и указательным пальцем. Затем демонстрирует ладонь, которая кажется абсолютно пустой. В нужный момент фокусник переворачивает карту так, как это показано на видео, и кажется, будто она появилась из ниоткуда. Все, что вам понадобится для того, чтобы овладеть этим трюком – колода карты ежедневной тренировки. Правда, на это уйдет достаточно много времени, так что начинайте тренироваться прямо сейчас. Надеюсь, вам все удастся, и в скором времени вы сумеете всех удивить, вытянув карту прямо из воздуха. Но что делать дальше? Ведь один фокус не пройдет дважды с теми же людьми. А друзья наверняка начнут вас просить, удивить их еще каким-нибудь чудом. Поэтому предлагаю вам не останавливаться на достигнутом и освоить еще один забавный трюк. Разве может банка устоять на карте? Настоящие фокусники доказывают, что нет ничего невозможного. Вся фишка этого фокуса в особенной карте, которую легко можно заготовить заранее. Как видите, на самом деле это две карты, которые склеены таким образом, что образуют подставку. На них банка легко устоит. Но есть и минусы. Во-первых, нужно, чтобы друзья не стали внимательно разглядывать банку на карте со всех сторон. А удержать их от этого будет нелегко. К тому же, если вас попросят вновь продемонстрировать этот фокус, но с другой колодой придется придумывать отмазку. Однажды на американском шоу талантов иллюзионист Мэтт Франко поразил зрителей и судей, доказав, что умеет читать их мысли. Все, что ему для этого понадобилось, это альбом, фломастеры и ножницы. Хотите узнать, как ему это удалось? Тогда посмотрите внимательно и старайтесь ничего не пропустить. Мэтт Франко демонстрирует публике альбом, листы которого разделены на три части. На каждой из них нарисована часть снеговика, но все они разные. Он поочередно подходит к каждому из членов жюри и просит, чтобы те открыли любую страницу. В результате должно появиться случайное изображение снеговика, предсказать которое Мэтт не смог бы. Но оказывается, именно такой снеговик был спрятан у него в ящике. Более того, у каждого зрителя оказался листок с изображением такого снеговика. Неужели Мэтт и правда прочитал мысли жюри? Конечно же нет, все дело в альбоме. Части его страниц разные, одни более длинные, а другие короткие. На коротких разные части снеговика, а на длинных одинаковые. Публике Мэтт демонстрируют короткие страницы. Но неподготовленный человек откроет те, которые больше выступают. Вот и весь секрет. У каждого фокусника свой подход к этому непростому ремеслу. Кто-то работает в полном одиночестве и никому не раскрывает свои секреты. Кому-то помогает надежный ассистент. Но некоторым фокусникам нужна целая бригада помощников. Если этого требует хороший трюк, то почему бы и нет. Фокусник Крис Энджел решил продемонстрировать один из своих невероятных фокусов прямо в едущем автобусе. Выбрав одну из пассажирок, он попросил девушку выбрать карту и расписаться на ней. После чего он вернул карту в колоду и попросил девушку хорошенько перетасовать ее. Затем Крис швырнул колоду прямо в лобовое стекло и одна из карт будто бы прилипла. Но оказалось, что карта висит не внутри, а снаружи. Ну и конечно же это та самая карта. Как такое возможно? Вряд ли у Криса была заранее подготовлена такая же карта. Понятно, что с Крисом работал ассистент, который сидел на крыше. Но когда же фокусник успел передать ему карту? Обратите внимание, если замедлить видео, мы увидим момент склейки. Именно в этот момент камеру выключили. Крис вышел из автобуса, передал карту и камеру снова включили. Ну в общем дальше вы поняли. В таком случае очевидно, что все, кто сидел в автобусе, просто подыграли Крису. На протяжении многих веков иллюзионисты шокировали публику, глотая шпаги. Но если вы уже решили, что сейчас я расскажу вам секрет этого трюка и в скором времени вы сумеете удивить своих друзей, проглотив хотя бы кухонный нож, то вы ошиблись. В этом случае секрет физической и психологической подготовки. Иллюзионист поднимает голову так, чтобы глотка и пищевод образовали прямую линию. При этом очень важно научиться подавлять естественный рефлекс глотания и тошноты, а это совсем непросто. Обучаясь этому фокусу, пострадало немало иллюзионистов, так что если вы новичок, гораздо безопаснее и веселее. Будет пока тренироваться мастерски выполнять карточные фокусы. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было для вас интересным и вы поставите под ним лайк. Не забудьте подписаться на канал, впереди еще много интересных видео. Пока!